Здравствуйте! На национальном телевидении программа «Летопись столицы». Сегодня мы хотим рассказать историю с огоньком о становлении пожарной службы города Чебоксары. От обыкновенного ведра и ручной водокачки до автомобилей. Пожары издавна были одним из самых тяжких бедствий. А причин для их возникновения имелось достаточно. Долгое время чебоксарцы пользовались печами без дымоходов, использовали для освещения свечи, лампады, ремесленники применяли открытый огонь вблизи жилья. Когда в Чебоксарах еще не было пожарной охраны, бороться с красным петухом обязаны были сами жители города. На тревожный колокольный звон собиралось много народу. На углах домов были прибиты дощечки бирки с рисунком топора, багра, ведра, лесенки, словом тех предметов, которые следовало принести с собой в случае пожара. Домовладельцы жили настороженно, не мудрено. Чебоксары дважды сгорали дотла – в 1659 и в 1773 годах. По словам современников, город становился якополе. Пожары меньшего масштаба повторялись довольно часто. После очередного опустошительного пожара появились официальные противопожарные правила, согласно которым запрещалось с наступлением сумерек зажигать в доме свечи, топить бани и избы летом без крайней необходимости. Кузнецам и другим ремесленникам, которые использовали в своем деле огонь, разрешалось устраивать плавильни и горны вдали от строений и жилищ. После пожара 1773 года город решено было застраивать ярусно в три зоны. К первой зоне относились дома каменные, ко второй зоне – дома с каменным фундаментом и деревянными стенами, и к третьей зоне – деревянные постройки. Причем деревянные строения с печным отоплением должны были возводиться на расстоянии не менее 25 метров друг от друга. Строительство деревянных двухэтажных домов запрещалось. За строительные просчеты и отсутствие во вновь строящихся зданиях противопожарных перегородок архитекторы и строители привлекались к ответственности. В целях сбережения города Чебоксара от огня и всякого воровского люда в 1798 году казанский гражданский губернатор Дмитрий Козинский потребовал, чтобы были выстроены караульные будки, установлены шлагбаумы на въезде и выезде в город. А через 8 лет стараниями городничего Брижинского в Чебоксарах был организован пожарный обоз с круглосуточным дежурством. Это была первая боевая единица. По сигналу тревоги она доставляла к месту пожара бочку с водой, заливную трубу и другое вооружение. Вот в таком составе пожарные выезжали на тушение. Впереди ехал брендмейстер, за ним бойцы. На вооружение у них была бочка с водой, ручной насос и паровой котел, в котором нагнетался пар. Такое устройство позволяло подавать воду на более дальние расстояния. По месту прибытия пожара пожарные должны были снять насос, установить на землю, всасывающий рукав закинуть в водоем. И по переменным движениям ручек насоса подавали воду по рукавной системе, по стволам, к месту тушения пожара. Пожарные работали в касках. В то время каски были медные. Все пожарные были крепкими, здоровыми мужчинами высокого роста, с усами. Кстати, одним из основных правил при трудоустройстве в первой пожарной общине было наличие усов. И чем усы были пышнее, тем лучше. Для чего? Считалось, что густая растительность под носом помогает не угореть и защищает органы дыхания. В реальности усы защищали только от копоти и пота, а иногда даже мешали. В то время пожарные жили в двухэтажном доме общежития. В деревянном сарае на три выезда стояли конные упряжки. Рабочий день начинался рано утром и длился в одну смену по 15 часов. Покидать расположение депо пожарным было запрещено. Увольнительные были, но всего лишь раз в месяц. Только в 1880 году, когда была образована первая выездная штатная пожарная команда, ситуация несколько улучшилась. Правда, заработная плата по-прежнему была очень низкой. Годовое жалование простого пожарного составляло от 18 до 30 рублей, брандмейстера – до 800 рублей. Борцы с огнем проходили специальную подготовку. Скорость выезда была основой этой подготовки. За 110 секунд повозки выкатывались вручную на улицу. Одновременно выводились из конюшни лошади. Команда в полном обмундировании следовала на место пожара. Постепенно на вооружении пожарной команды стали появляться более удобные и действенные средства тушения. Первый огнетушитель в Чувашии появился именно в пожарном обозе города Чебоксары в 1899 году. Назывался он огнегаситель. В 1932 году пожарная команда номер один города Чебоксары стала выезжать на пожарном автомобиле «Форд ГАЗ-АА», а через некоторое время на грузовом автомобиле «ЗИС-5». Несмотря на появление автотехники, надобность в конном обозе отпала не сразу. Данная машина была маломощная и скорость передвижения на местности была очень мала. Поэтому были случаи, что к месту пожара конно-обочный ход прибывал во много быстрее, чем данный пожарный автомобиль. Но все же были еще преимущества. Вывозилось большее количество воды, снаряжение, оборудование. Вывозился личный состав. В машине отсеки есть с левой стороны, так и с правой стороны. И еще был автоматизированный насос. Конно-обочный ход пожарные работали вручную, качали воду. А тут от двигателя приводил в действие насос. До 1932 года руководители городских пожарных команд назывались брандмейстерами. А с этого времени их должность звучала так – начальник городской пожарной команды. Город Чебоксары стремительно рос. Появились новые районы со стратегически важными промышленными объектами, заводами и фабриками, которые тоже нужно было защищать от пожаров. Поэтому появление новых пожарных частей было вполне закономерным. В 1939 году на улице Карла Маркса строится, а в 1940 году вводится в эксплуатацию новая пожарная часть – депо с обзорной вышкой. В двухэтажном каменном депо стала нести дежурство пожарная команда номер 2. Общая штатная численность пожарных города Чебоксары достигла 73 человек. 15 января 1955 года в поселке Сосновка было построено двухэтажное деревянное здание, где разместилась вновь образованная городская пожарная команда номер 3. А через 4 года на южном поселке города Чебоксары была организована пожарная команда номер 4. В Калининском районе в 1970 году было построено пожарное депо, в котором расположилась пожарная часть номер 6. В Московском районе в 1975 году пожарная часть номер 5. В Ленинском районе пожарная часть номер 4 в 1982 году. Таким образом, столица Чуваши оказалась под пристальным вниманием людей огненной профессии. Параллельно шла телефонизация пожарной охраны. В крупных городах созданы были центральные пункты связи. Это намного увеличило оперативность пожарных частей. Внутренняя пожарная электрическая сигнализация в Чебоксарах была введена в 1932 году, а телефонный коммутатор был установлен в 1933 на 12 номеров. Поступает сообщение по номеру 01. Диспетчер поднимает трубку и представляется. Пожарная охрана слушает вас. На каждой пожарной машине имеется своя радиостанция. На определенной частоте поддерживается связь. Далее диспетчер обрабатывает необходимую информацию, составляет документы и докладывает выше. Сегодня, чтобы выехать на место тушения, рыцарям огня требуется менее 40 секунд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тяжелые физические нагрузки, стрессы, постоянная угроза жизни. В сильные морозы, когда боевка покрывается ледяной коркой, а на краях каски повисают сосульки, или в палящую жару, когда кабины машин раскаляются еще по дороге к пожару, огнеборцу нужно сохранить физические и духовные силы для победы над огнем, которая сухо называется работой по ликвидации пожара. За минувшие десятилетия пожарная охрана шагнула далеко вперед в своем развитии. Постоянно совершенствуется ее материально-техническая база, отрабатываются современные методы тушения огненной стихии, появилось много видов разнообразной техники. Но главным звеном в пожарном деле был и остается человек. Бывших пожарных не бывает. Тот, кто однажды выбрал профессию борца с огненной стихией и прикипел к своей работе всем сердцем, останется им до конца жизни. Ну, 25 лет прослужить в бок о бок с людьми – это четверть века, это для кого-то целая жизнь. Я всегда с гордостью вспоминаю, и, знаете, мне просто повезло. Это была до мозга костей единая семья. Было взаимопонимание от и до, с полуслова можно сказать. И я уверенно могу сказать, я ни с кем не боялся идти в разведку. Мы жили в одном темпе, в одном дыхании, потому что пожар для нас, он был действительно пожарный. У нас каждый пожарный, будучи даже на малых пожарах, он заслуживает награды. Это вот мы говорим, вот маленький пожар. А как этот маленький пожар потушен, многие ведь не знают. Уважаемые сотрудники МЧС, я вас искренне поздравляю с праздниками 85-летием Государственному пожарнодзору Российской Федерации и 80-летием пожарной охраны нашей республики. Всех вам благ, здоровья, удачи и долгих лет жизни. Субтитры создавал DimaTorzok